Церковь Дом Божий Церковь Дом Божий Так что вы можете уже сказать соседям или друзьям, я в этом году еще не пропустил ни одну субботу. И вы не обманете никого. Пусть Господь поможет, чтобы действительно мы в этом году не пропускали служение. Когда подходит конец года и наступление нового года, я думаю, все понимают и все это часто делают, ставят какие-то цели, делают какой-то итог года и, может быть, просматривают свою жизнь. И вот у кого есть телефоны, как вот смартфоны, вот как у меня вот такой подобный Apple Phone или там Samsung. Очень часто в телефоне есть такая программа, она создает фотографии за последний год. Есть у кого-то такое, вы видали, да? Или если у кого-то есть Instagram или там соцсети, часто люди делают как recap 2022. Что произошло за прошедший год. И очень часто бывает так, за каких-то там 30 секунд или 60 секунд проходят фотографии всего года. И вот кто куда ездил, чем занимался, и такие хорошие как бы воспоминания. И в то же самое время люди ставят какие-то New Year Resolution, какие-то цели на дальнейший год. И вот сегодня я хотел бы занять буквально, может быть, минуту-две, вспомнить, что произошло в нашей церкви, церкви Дом Божий за последний год, 2022 год. Братья, если вы можете, пожалуйста, высветите PowerPoint. И я хочу немножко поделиться, братья и сестры, некоторыми событиями. Это не все события, которые, наверное, я смогу сегодня обхватить то, что у нас в церкви было. Ну, отчасти сделаю такой, наверное, recap воспоминания. За последний год у нас произошло около, я думаю, даже это точная цифра, может быть, там ошибся я на одну-два, но прошло 29 свадьб в церкви Дом Божий. Молодые девушки, молодые парни нашли друг друга, и они создали новую семью. За последний год, так, почему-то, братья, она у меня не работает, но она у меня включена. Хорошо, давайте вы будете мне помогать. За последний год в нашей церкви Дом Божий и у нас состоялся праздник, как вы видите, это молодые мамы или мамы, у которых родились дети. Называется так, как у нас была общая цифра, 24 мамочек, у которых родились дети. Эта фотография сделана была в Портленде. Не все смогли присутствовать там, но это большое пополнение. Следующий слайд. У нас также в церкви, как в Портленде, и я верю, в Ванкувере, у нас создалось новое служение. Это, как мы называем, группа безопасности. И мы благодарны всем братьям, кто находится в этой группе. И вот вы видите фотографии у нас проходили в Портленде, они проходили тренинг. Пожалуйста, следующий слайд. Так же самое в том году, когда началась война на Украине, наша церковь очень активно, я скажу, очень помогла финансовой и разной гуманитарной помощи на Украине. И вот вы видите фотографии, нам высылали братья, где расставляли в церквях кровати, кормили людей, и наша церковь очень сильно помогала. Я думаю, Алексей Лобов за это уже немножко говорил на День Благодарения, как много церквям, свыше 30 церквям нашего братства мы помогли. Следующий слайд. Так же самое в прошлом году у нас было водное крещение и заключилось завет 47 молодых людей. 47. Братья и сестры, это если сейчас взять этих молодых и отделить, это создается целая новая церковь. То есть 47 молодых душ заключили завет. Следующий слайд. У нас также была молодежная конференция, молодежный кемп. Следующий слайд. У нас был выезд общий церковный в парк, где мы общались благодарно всем нашим поварам, когда они очень вкусно все готовили. Следующий слайд. Также был детский кемп. Многие из вас даже участвовали. Свыше 300 детей выехали на детский кемп, провели около пяти дней там на океане. Следующий кемп. Да, слайд. У нас было служение также для наших старцев и стариц. Каждый год мы это традиционно проводим, за исключением, наверное, последние два года было хорошее общение. И следующий слайд. Также у нас недавно в том году произошло рукоположение служителей. И здесь не все служители или не все труженики. Я думаю, вы помните, кто был на служении, тут просто места не хватало, когда все вышли. Оказалось, кстати, меня спросили недавно, какой процент у вас людей трудятся в церкви? Я говорю, ты знаешь, наверное, свыше 50%. Потому что, исходя из того служения, когда все вышли сюда, оказалось, что на сцене больше людей, чем находилось в рядах. Но даже те люди, которые находились в рядах, они тоже труженики. Есть люди, которые пожилого возраста, они молятся, они трудятся для Бога. Следующий слайд. У нас также было открытие нового служения этой миссии, которая называется «Вефезда для души». И брат Иван Белых со своей командой возглавляет этот отдел. Я знаю, Фрэнк также помогает в этом служении, и мы больше будем об этом говорить. И вот здесь вы видите, верните, пожалуйста, слайд, фотографию, где проходит служение, гуманитарная помощь, и благодаря вам, нашей церкви, мы можем создавать вот это служение. И следующий, наверное, последний слайд. У нас также открылся колледж, называется «Источник мудрости» в Портленде, и проходит это каждый четверг. Мы приглашаем вас. Вы знаете, вот эти воспоминания, может быть, некоторые события, о которых я сказал, не упоминая, кто уехал, кто приехал, кого мы потеряли, кто отошел с этой жизни. Очень много разных событий. И когда я смотрел на 2023 год, мы собирались с братьями, мы обсуждали стратегию церкви, видение, развитие, проектов. Вы знаете, все это хорошо, и хотелось бы все об этом говорить. Но сегодня я бы хотел, помимо этого, сказать, наверное, как бы хотелось, и, наверное, девиз, который мои проповеди или тема, я назвал ее «Умножь в нас веру». Хотелось бы, чтобы действительно Бог умножил в нас веру, именно делать то, к чему Господь нас призывает. Умножить в нас веру в то, в что мы верим сегодня. Это хорошо проводить вот разные события, организовывать, вот что мы перечисляли. Но как важно, чтобы человек на личном уровне имел веру в то, что он делает. Не просто коллективно, не просто вот мы собрались, ну и все так делают, я присоединяюсь, я тоже буду в этом что-то помогать. А чтобы человек на личном уровне, между собой и между Богом, действительно достиг тех целей, которые Господь ставит. Я вот прочитаю первое место, это записано Римлянам, вторая глава, прочитаю с первого стиха. «Итак умовляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». И вот сегодня я хочу остановиться на втором стихе, который я прочитал. «Не сообразуйтесь с веком сим». Апостол Павел пишет письмо в церковь, которая находится в Риме. И он говорит, «Братья и сестры, я очень хочу, чтобы вы не сообразовались с этим веком». Другими словами, он говорит, «Братья и сестры, я не хочу, чтобы вы были похожи на этот мир, в котором вы сегодня живете. Я не хочу, чтобы вы делали copy-paste, копировали то, что делает этот мир. Как они думают, как они смотрят, как они поступают. Я не хочу, вы не от этого мира. Вы должны быть другими людьми». Когда я был на конференции в Миннесоте, и там вопрос-ответ был с молодежами, когда молодежь задавали вопрос, и вот кто-то задал вопрос, «Как узнать, грех не грех, как я одеваюсь, музыку слушаю, разговариваю». И так получилось, что этот вопрос выпал как бы мне. Я когда прочитал, я ответил так. Я говорю, «Ты знаешь, когда ты идешь в школу, в калыч, на работу, и когда тебя одобряют на 100% и принимают, тебе нужно пересмотреть твою жизнь. Но если ты идешь в калыч, на работу, или находишься в кругу друзей, и говорят, что-то не то, ты не слушаешь ту музыку, которую я слушаю, ты не думаешь так, как я думаю, вот тогда, скорее всего, ты находишься на правильном пути». То есть, если мир одобряет наши дела, наши мышления, наши поступки, братья и сестры, тогда нам нужно задаться вопросом, «Не сообразуюсь ли я с этим миром?» Иисус сказал ученикам однажды так. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы вас. А как вы не от мира? Но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Если ты являешься христианином, любишь Бога, и сегодня хочешь сказать, чтобы меня любил мир, ты ошибаешься. Я тебе сегодня гарантирую, что мир тебя не будет любить». Ну, будет тебя любить, если ты от мира, если ты будешь делать то, что делается в миру. И вот иногда люди берут, наверное, такие радикальные решения. Они уезжают куда-то в глухомань, куда-то в лес, в какие-то штаты, где-то подальше от разных городов, вот убежать. Или я слышал такое выражение, нужно убежать от дьявола. Дьявол в Портленде или дьявол там в Ванкувере, тут беззаконие, нужно куда-то уехать. Но проходит немножко время. И они понимают, оказывается, дьявол не только находится в городе, он находится и в пригороде, и в маленьких поселках. Ее же сестричка Лена улыбается, она говорит, «Да, я согласна с тобой, Алекс. Это действительно так». И вот Иисус говорит дальше. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Интересно, то, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, это все временное. Братья и сестры, то, что сегодня мы видим, проходит в миру, в Инстаграме, Ютубе, в интернете, в магазинах. Это как конфетка. Оно красиво все украшено. И оно очень нас притягивает. И мы живем в этом миру. Мы являемся, можно сказать, частью этого мира. То есть мы находимся здесь. Но Иисус говорит, «Не любите». И вот мир предлагает сегодня очень много чего. Несколько примеров. Мир предлагает мир. То есть русский язык, он богатый язык. Вот, скажем, мир, в котором мы живем, он предлагает мир. Можно сказать, мы живем сейчас в мирное время, да? Действительно, в нашей стране, в нашем городе, казалось бы, мирное небо. Но мир не предоставляет сегодня безопасность. Чуть больше года тому назад моя супруга, жена Дарья ехала домой. Это было уже, наверное, после 10 часов вечера. И вот многие из вас, наверное, знаете, Старк 181 Брунсайд. Она ехала в сторону Грешима. Она останавливается на светофоре. И выходит мужик. Как, получается, загорелся желтый свет, красный. Мужик стоял на тротуаре. И он выходит. Мужчина впереди ее машине становится. Достает пистолет со своего кармана. И вот так направляет прямо в лобовое стекло. Мирное время. Но мир не предоставляет безопасность. Она говорит, я не знала, что делать. Я только начала молиться. Секунды. И этот выстрел. Секунд, наверное, 30 продолжалось. Вот это он держал пистолет. И она говорит, я молюсь. Я, когда уже... Она рассказывала, ну, как мы ребята. Тогда я говорю, да дала бы по газу, переехала бы его, и все. Как бы, да, вот такое плотское. Я. Она говорит, знаешь, красный свет, а там трамвай едет. Я только молюсь. Только думаю, господи, у меня же сынок есть. У меня же муж есть. Мужик как держал. Он отпустил пистолет, взял несколько шагов. И рядом стояла другая машина. И он направил пистолет в этого человека. И этот человек смотрит на мою жену. Она смотрит на него. У него ребенок в машине. Она говорит, загорается зеленый свет, трамвай проезжает. Я начинаю потихоньку ехать. И вот как он держит пистолет от того, в ту машину, и смотрит на меня, и глазами провожает. В секунду может повернуть и выстрелить. Ненормальный человек, зависимый. В конце концов, она говорит, когда я стала только проезжать, а как дала газу, говорит, ничего не помню. Сто майло в час, наверное, пролетела эту улицу вмиг. Приехала домой, трясется. Три часа я пытался ее успокоить. До сегодня боится ехать в магазин. Мы живем в мирное время. Мир предоставляет мир, но не безопасность. Давид говорит, я мирен, но только заговорю, а не к войне. Если сегодня кто-то говорит, что мы живем в мирное время, выйдите в Донтаун и начните проповедовать об Иисусе. Будьте готовы к войне. С вами будут воевать люди. Следующее. Мир предоставляет сегодня очень много знаний. В интернете, книг, философия, в колледжах, университетах. Но мир не предоставляет Божью премудрость. Иисус сказал, славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. То, что Бог открывает, человек не сможет то открыть. И сегодня очень много людей вникают в эту информацию, в философию, изучают. Но так часто забывают, что вот именно ту Божью премудрость, в которой так сильно человек должен нуждаться, она становится на втором месте. Мир это не предоставит. Мир сегодня предоставляет красивые дома. В красивых районах, в безопасных районах. Большие, красивые дома. Но мир сегодня не предоставляет семейный уют. Премудрый человек сказал так в книге Иисуса Сына Сирахова. «Тремя я украсилась и стала прекрасною пред Господом и людьми. Это единомыслие между братьями и любовь между ближними. И жена, и муж согласно живущей между собою». Какая польза, если сегодня человек имеет красивый дом в красивом районе, но с своими ближними не имеет никакого общения, контакта, любви с братьями, с сестрами. Более того, нет единомыслия со своей же женой, с которой он разделяет всю свою жизнь. Несколько лет тому назад я имел, наверное, привилегию работать с пожилыми людьми. И вот был такой момент, когда я познакомился с человеком, который уже в свои 90 лет прожил с женой тоже очень довольно долго. Он говорит, ты знаешь, много денег заработал, приобрел красивый участок в boring area в Орегоне, несколько акров, все прекрасно. Но говорит, ты знаешь, с женой никакой любви. Дети выросли, мы просто чужие люди. Мы не можем жить вместе. Он оказался живет как в assisted living facility. Красивый дом, все осталось. И он говорит, я бы променял это все, просто чтобы вот кто-то бы любил тебя, кто-то бы приходил. Остался один, одинокий, хотя был очень богатый и самостоятельный человек. Его только посещают, знаете, кто? Кто? Рабочий. Бывает, с кем он отношения построил. Вот придет, как у тебя дела, потому что ты одинок. Мир сегодня не предоставляет семейный уют. Мир предоставляет лекарства, медикаменты, различного образа, рекомендации. Все предоставляет, но не предоставляет сегодня здоровья. В притче «Премудрый человек» Соломон сказал так. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Рецепт «Проскрипшн». Чтобы быть здоровым, бойся Господа. Я не отвергаю лекарства или лечения. Я сам работаю в медицине. Это очень важно. Но бойся Господа Бога твоего. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. И не только для физического состояния, духовного, душевного. Сколько сегодня людей, которые телесно здоровые, но духовно разбиты, находятся в депрессии и сегодня находятся в зависимости, лишь потому, что в одно время, когда ты не боялся ни Господа. И чем больше садятся на вот эти таблетки, антидепрессанты, вы знаете, чем больше ты их берешь, тем больше тебе и приходится их брать. Поэтому мир сегодня не предоставляет здоровья. Пятый пункт. Мир сегодня предоставляет развлечения разного вида. Мир сегодня говорит, я предоставляю развлечения, где ты можешь иметь очень много счастья. Но на самом деле мир не предоставляет счастья. Блажен кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его. Автор Давид, царь Давид. Блаженство – наивысшая радость, которую человек может в своей жизни иметь. Он говорит, блажен человек, кому помощник Бог. Не тот человек блажен, который сегодня имеет различные развлечения. Блажен, кому помощник Бог. Мир сегодня предоставляет веру в Бога, но не спасение. Очень много различных учений, когда говорят, верь в Бога, верь в университет или high power. Верь, верь. That's all you need. Нет. Но мир не предоставляет сегодня спасения. Вера без дел, как тело без духа, мертва. Если мы не проявляем дела. И одно из дел, о которых сегодня я говорю, если мы не станем сообразоваться с этим миром, если мы не перестанем этого делать, то тогда наша вера, она мертва, если мы не проявляем никакие действия. Следующее место хочу прочитать. Иоанна 17, глава 15 стих, где Иисус молился и говорит, не молю, чтобы ты взял из мира, но чтобы сохранил их от зла. Иисус, молясь за учеников, молясь о нас, верующих в них, по слову их, Он говорит, не хочу, чтобы ты их забрал. Один из псалмов, который для меня был очень-очень близок к моему сердцу, одно время, это 73-й, это молитва. Иосафа, когда он обращался и говорит, я вижу, что есть люди, которые, давайте я прочитаю несколько, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не сподкользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. И он перечисляет, что их не видно на работах, они всегда имеют успех в детях, в делах, в здоровье, они не боятся Бога, и тут-то я соблюдаю все заповеди, не ездию, куда они ездят, не делаю, что они делают, работаю с понедельника по пятницу, хожу на собрания, и я не вижу успеха, я одни вижу проблемы, я вижу одни сложности. Дальше он говорит, «И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, и сказал я, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро». Зачем все это я делал? Зачем я хожу на собрания, когда у моих друзей жизни намного лучше? Есть люди, которые не знают Бога, но вроде у них отношения между мужем и женой намного лучше, а у меня одни сложности. И вот Иосафат, когда увидел это, он чуть, говорит, я не подскользнулся, но дальше он говорит, далее он говорит так, и думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, «Доколе не вошел я во святилище Божие, доколе я не познал, что все, что в миру, это временно, похоть плоти, похоть очей, это все пройдет, это все пройдет, это все временно». И поэтому Иисус молился о своих учениках и говорит, не хочу, чтобы ты их забрал, но хочу, чтобы ты их сохранил. Первое, апостол Павел говорит, церковь не хочу, чтобы вы сообразовались с этим миром. Дальше он говорит, продолжение этого же стиха, но при этом я хочу, чтобы вы преобразовались или преобразуетесь обновлением ума вашего. Он говорит, братья и сестры, церковь в Риме, измените ваше мышление, не поступайте как мир, но измените ваше мышление. Галатам 2 глава 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Уже не я живу, а живет во мне Христос». И, братья и сестры, если сегодня живет во мне Христос, не должно ли во мне измениться мое мышление? Кто-то может сказать «Аминь»? Аминь. «Если во мне живет Христос, я не должен думать, как думает этот мир. Я не должен поступать, как поступает этот мир. Я не должен говорить, смотреть, действовать, как делает этот мир. Во мне же живет Христос». Есть такая история, описывается в первой книге царствия, вторая, наверное, глава, если я не ошибаюсь, повествуется история о Самуиле и Илье, и когда мать отдала Самуила на служение Илье. И вот там описывается эта история, что у Ильи сыновья были незнающие Бога. Они делали очень гнусные дела. Вот представьте, народ приходит, чтобы принести в жертву раз в год, совершить это. И вот эти сыновья, которые у Ильи были, они приходили, и вот человек должен принести в жертву, там жарится мясо, и он приходит с вилкой и говорит, «Отдай мне это мясо, отдай это священнику». Они просто делали беззаконие. Ну давайте сейчас я приведу такой пример. Вот мы приходим на служение, если в то время мы бы жили, и вот, скажем, руководители или там сыновья служителей подходили вам и говорили так, «Отдай мне твой телефон, это надо бин служителю, отдай твои часы, а, у тебя есть кошелек, отдай кошелек». Оббирали они народ. Там даже дошло до того, что они спали с женщинами в то время. И представьте, Самуил, которому было там 12-13 лет, рос среди вот этого общества. Он же видел, что они делали. И они же видели, что делал Самуил. Написано, что мать Самуила приходила к нему, приносила одежу, ляной и фот, как бы в то, что его, ну, в будущем, как он будет служитель. И ему нужно было это одевать. Он отличался и делами, и поступками, и одежью. Я просто представляю эту картину, когда он одевал, и, наверное, эти ребята, сыновья, или говорили, «Что ты одел? В кого ты себя здесь оставишь? Какой из тебя служитель? Посмотри, у нас красивые девчата. Посмотри, какое мясо мы хорошее берем». И он же это видел. И я задался вопрос, что помогло Самуилу устоять? Один. Мамы нету. Он мог бы одеть. Мама ушла. Он мог бы снять этот ляной и фот. Или нету. Он там занят. Ну, пойду займусь делами. Кто видит? Ну, вы знаете, он этого не делал. Он был тверд. И я верю, что ему, наверное, помогло. Он понимал ответственность. Он понимал призвание. Он понимал то, что одежу он одевал. Это предсказывало. Это напоминало ему, что ты будешь служитель. Ты будешь пророк. Ты будешь руководить народ. Ты будешь спасителем народу. Он понимал это. И, наверное, Илья ему это говорил. И вот, братья и сестры, если мы каждый день будем себе напоминать и говорить, уже не я живу, но живет во мне Христос. Если мы познаем, что во мне живет Христос, я думаю, автоматически 50% нам не захочется делать то, что мы делаем в нашей жизни. Смотреть, поступать, говорить. Мы начнем понимать, не я живу, я живу верою, да, я в этой плоти, но во мне живет Христос. Есть такое, стикер здесь в Америке часто на машинах делают. What would Jesus do? WWJD. Есть такое, да? I think I've seen a couple times. What would Jesus do? Что бы Иисус сделал? И вот когда в твоей жизни какой-то вопрос или какое-то действие, или ты куда-то заходишь, что-то сказать, а что бы Иисус сделал? Так не я же живу, а во мне живет Иисус. И в Писианам Павел уже писал так. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. То есть ветхого человека, когда во мне не жил Христос, и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости и истины. Другими словами, отложить ветхого человека, когда во мне не жил Христос. Но так как сегодня, если я исповедую, во мне живет Христос, я должен уже не жить, как ветхий человек, но я должен уже обновиться духом ума, изменить мое мышление, преобразоваться обновлением ума, чтобы облечься в нового человека. И вот Павел говорит, не сообразуйтесь этим миром, преобразуйтесь обновлением ума. И последнее он дает большой, наверное, секрет, который он открывает. И он говорит, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Сколько сегодня людей, которые задаются вопросом, что есть воля Божия. То, что происходит в моей жизни, это воля Божия или это не воля Божия. Просто приведу вам маленький пример. Несколько, не так долго, я не знаю, неделю тому назад, я зашел в одну палату, и у нас в больнице была молодая девушка, тридцать один год, которая, ну, в очень плохом состоянии, уже она не сможет вести образ жизни, которая попала в это положение, наверное, по своей вине. Она даже не может себя кормить, то есть ее нужно питать, то есть помогать. И все виноваты, Бог виноват, несправедливость. И есть другой человек, которому 35 лет, инвалид, не по своей причине, но вы знаете, он благодарит Бога, он говорит, на это есть Божья воля. Что происходит с этими людьми? Какая разница? 31 год, винит Бога абсолютно, во всем 35 лет, благодарит Бога. И вот люди задаются вопросом, что есть воля Божья? И Павел говорит, чтобы нам познать волю, полноту воли Божьей, нужно не сообразоваться с этим миром, но преобразоваться обновлением ума. И он говорит, воля Божья есть благая, воля Божья есть добрая для каждого из нас, для тебя, для твоей жены, детей, для твоих родственников, для каждого из нас. Воля Божья есть добрая. То, что мы сегодня уже живем, это уже подарок. Бог уже добр нам. То, что мы имеем здоровье сегодня, это уже показывает, что Господь добр к нам. То, что пришел Его Сын и отдал жизнь свою. И, братья и сестры, что сегодня мы являемся наследниками вечной жизни. Что сегодня наши имена записаны в книгу жизни. Это уже показывает Господь добр. Он мог бы этого не делать, но Он это нам сделал не по нашим делам, не по заслугам, но исходя из своей любви, то, что Он добр, что Его воля благая, Он это сделал. Дальше говорится, что Его воля угодная. Я думаю, вот этот второй принцип, воля угодная, очень часто бывает, люди, наверное, где происходит конфьюз, или, может быть, не понимают. Иногда люди говорят, все, что не происходит в моей жизни, по воле Божьей, или любящим Его все содействует ко благу. Если даже что-то плохое, что-то хорошее, это воля Божья. Ну, мы должны одно понимать тоже, что у Бога есть свои условия, и свои принципы, и свои ценности, и качества, и требования. И воля Божья угодна будет тогда, когда мы также будем угождать Богу, соответственно, Его воле. То есть, когда мы будем выходить на переговоры и говорить, Господь, мы будем сотрудничать с Тобой не только на моих условиях, но и на Твоих условиях. Когда народ израильский вышел с Египта, Бог проявил благую волю, был добр, расположен. Но когда народ вышел в пустыню, и Бог говорит, ребята, теперь у меня есть определенные правила, заповеди, постановления, я хочу, чтобы вы их соблюдали. Народ израильский, воля Божья угодна в том, чтобы в соответствии Его ценности и наши ценности они вместе соответствовали. И тогда Божья воля будет она угодна. Иногда. Иногда бывает в нашей жизни, когда, может быть, что-то произошло по нашей глупости, но Бог может это тоже в обратить в угодную волю, в совершенную волю, о чем мы сейчас будем говорить при одних условиях, если мы выйдем на этот уровень и скажем, Господь, Ты добр, Ты благ, но я готов, чтобы Твоя воля была угодная, сотрудничать с Тобой на Твоих условиях, угождать Тебе. Не только служить, но угождать Тебе. И последнее, он говорит, что благая воля, угодная и совершенная. Совершенная, это, наверное, ну нету уже лучшего. Абсолютно совершенная. It's perfect. It's perfect will of God in your life. Можно иногда задаться вопросом, как? Господи, как может быть Твоя воля совершенная, когда в жизни не все так идет сладко, не все так получается? Давайте приведем в пример Иосифа. Человек, который вроде был послушным родителем, отец его любил, и вот тут братья начали бунтовать, хотели убить, продали его. Ложное свидетельство было сказано. Находился в тюрьме. Как? Где справедливость? Как можно сказать, что воля Божия была совершена? Ну, вы знаете, в конце концов, зная историю, он спасает семью, он спасает народ. И я думаю, на то время Иосиф сказал, Господь, Твоя воля совершена. Не хочу ворачиваться назад, не хочу ничего менять. Я не верю, что Иосиф сидел в старости и говорил, Господи, ты был несправедлив, я сидел в тюрьме. Неужели ты не мог по-другому что-то там сделать, чтобы мне не проходить вот этот путь? Ну, Иосиф сказал, нет, я благодарю тебя, Господь, because you helped me to become a better person. You helped me to understand you, to know you, God, что я тебя познал, кто ты есть. Пример Давид, который тоже был помазан на царя, и сколько трудностей в его жизни было. И можно было бы сказать, Господь, зачем таким образом ты ведешь Давида вот так вот годами, там 15 или 20 лет? Но вы знаете, прошло время, я думаю, Давид смотря назад и говорит, Господь, твоя воля в моей жизни была совершена. Сидрах, Месах и Абдинага, которые были брошены в эту раскаленную печь, зачем, Господь, зачем рисковать таким образом? Но вы знаете, они оглядываясь назад, они говорят, твоя воля была совершена. В моей жизни приведу такой пример, и мы уже будем молиться. Около 5-6 лет тому назад, когда у нас в церкви нужда была, ну как, в строительстве, и у нас было немножко сложное финансовое положение и семейное по разным причинам. И я сижу так, женой, говорю, ты знаешь, так хотелось бы церковь взять, выписать, там, тысячу долларов, пожертвовать. Ну, говорю, мы не можем сейчас. Не можем. Вот если бы у меня сейчас было в банке, там, скажем, 5 тысяч, да, я бы изи выписал. Ну, мы так говорим, она говорит, а почему бы нет, возьми и выпиши. Я говорю, подожди, у нас нет денег, мы не можем, время такое сейчас. Она говорит, а давай, может быть, сделаем. Ну, потом она говорит, все-таки нет, давай не будем делать, выйдем с положения, решим все, потом заплатим. Я говорю, а ты знаешь, нет, давай сделаем. Мы выписываем чек, мы жертвуем в церковь. В эту же неделю, через несколько дней, мне звонит один человек и говорит, там, по работе, по делам, которые мы делали, он говорит, я тебе выписываю чек, 5 тысяч идет в твой аккаунт. Как? Братья и сестры, это не сказка, это не то, что человек что-то знал вообще, такого, ну, не предсказать. Но вы знаете, Бог верен в своем слове. И я задавал много раз вопросов, Господи, почему ты допустил это в моей жизни? Почему ты отпустил меня, вот, как говорят, ниже Плинтуса? Но меня не ниже Плинтуса, а до Плинтуса. Господь, почему так было сложно? И вы знаете, прошло время, и когда я глядываясь назад, я понимаю, ага, Алекс, было время, когда ты поднимал свой нос, было время, когда ты думал высоко о себе. И сегодня я говорю, Господь, я так благодарен Тебе, я так благодарен Тебе, что Ты меня немножко припустил. Это помогло, это мое сердце сделало более жертвенным. Я стал понимать людей, которые имеют финансовую кризис или трудное положение. Я благодарен Тебе, не хочу менять ничего прошлого. Если бы сегодня был у меня шанс, я бы этого положения не изменил. Оно намного мне дороже. То же самое, что как у меня сейчас сын, которому исполнилось чуть больше года, такое время, открывает все шкафы, везде бегает. Вы знаете, был момент, когда мы ждали, когда же он начнет ходить? А тут он уже бегает, и вот все открывает, все разносит, можно сказать, destroy my house, если так можно сказать. И вот в резетке, все, и мы закрываем, закрываем, и приходится наказывать. И он плачет, несправедливо, папа, я же хочу то, я же хочу то, конфеты хочет. И так охота, но я не даю. Но я знаю, что придет момент, когда он скажет, папа, я так тебе благодарен, я так благодарен тебе, что ты мне запрещал. Как сегодня я благодарен моему отцу, что он не купил мне машину в мои 15 лет. Как я благодарен сегодня отцу, что я не купил мотоцикл в 16 лет, когда я так хотел, даже получил драйвер-лайсенс. Господь несправедлив, родители несправедливы, церковь виновата, пастырь виноват, учит, чтобы не покупали мотоциклы. Но вы знаете, оглядываясь назад, я понимаю и говорю, Господь, Твоя воля благая, угодная, совершенная. Почему сегодня я могу это сказать? Потому что я верю, что я, по крайней мере, стараюсь не сообразоваться с этим миром. Получается у меня не всегда. Сообразуюсь я с этим миром очень часто. Очень много работы мне нужно делать. Но я говорю, Господь, помоги мне не сообразоваться, но преобразоваться, что уже не я живу, но ты живешь. И когда Христос живет в тебе, тогда ты начинаешь понимать. Тогда финансовый кризис тебя не страшит. Проблемы со здоровьем тебя не страшат. Какие-то кризисные, экономика, политики, в стране, в войне. А у тебя радость, потому что ты говоришь, Христос живет во мне. Братья и сестры, вот как бы хотелось, чтобы вот в этом году, на протяжении дальнейших наших лет, вы знаете, чтобы Бог нас благословил не только финансово, в работе. Вы знаете, может быть, кто-то сегодня думает, Алекс, о чем ты говоришь? Ну, разве Бог не дал все это нам, благодать и благословение, иметь дома, машины? Конечно, дал. Мы должны жить в хороших домах. Мы должны иметь хорошие машины, хорошие заработки. Мы должны идти учиться, иметь образование, профессию. Мы должны это делать. Мы должны служить в этой стране. Но это не должно стать нашим приоритетом. Потому что не я живу, а Христос живет во мне. Мы не должны поменять вот это местами. И сейчас, вот когда мы будем молиться, так хотелось бы, чтобы каждый из нас обратился к Господу и сказал, Господь, помоги мне. Да, сейчас прочитаю. Помоги мне не жить, как живет этот мир, не соглашаться с этим миром, то, что предлагает сегодня мир. Мы также сегодня будем молиться за нужды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok